Несмотря на достаточно крупный итоговый результат, олимпийцы начали реализовывать свое игровое преимущество в цифровое только в конце первого тайма. На 11-й минуте Данил Шарафудинов имел реальный шанс открыть счет с пенальти, но в этой футбольной дуэли голкипером и кузнечан Александр Горлов оказался более удачливым. Заря ООР забила первый гол только на 34-й минуте после удара головой Степана Подольского, замкнувшего прострел с правого фланга атаки. Через 6 минут уже навес противоположной левой стороны поля, также касанием головой, счет увеличил Данил Шарафудинов. Ну а за минуту до ухода команд на перерыв, после розыгрыша штрафного, пасом от Ильи Богомолова, путь к своему хэт-трику начал Виктор Горкуша. После перерыва на 63-й минуте гости отыграли один гол усилиями Руслана Федяшина, сумевшего завершить в падении ударом головой коллективную атаку партнеров. А далее, буквально через пару минут, новокузнечане остались в десятеро. За чрезмерно грубую игру с пуля был удален защитник металлургов Кирилл Цыпрун. Ленинскузнечане ответили на подобное еще двумя голами Виктора Горкуши. Сначала на 76-й минуте он расчетливым ударом с угла вратарской отправил мяч в дальнюю девятку. А через 4 минуты у воспитанников ООР получилась быстрая контратака. Первый выстрел Данила Шарафудинова, страж ворот соперников, сумел парировать, но первым на отскок мяча среагировал нападающий Зари ООР Виктор Горкуша. Еще через 4 минуты Виктор мог записать в свой актив и покер, но новокузнечский вратарь ему этого не позволил, великолепно среагировав на сильный удар. На 86-й минуте Максим Трофименко забил для Евраз ЗСМК еще один гол, но он, тем не менее, не позволил новокузнечанам избежать крупного поражения 2-5. Первый круг высшей лиги областного чемпионата завершится 29 июня матчами седьмого тура. Наконец, к радости наших болельщиков, игра пройдет на нашем стадионе. В последнем матче первой половины чемпионата между собой встретятся две Зари – Суэк и ООР. Начало встречи в 17 часов.